Девида Боуи В этих муралах, так называют изображения, сразу угадываются аэрокосмические символы Самары. Мастер готов выступить с целой программой шоу, подобных к сегодняшнему. Я готов к любым предложениям выступать хоть с фейерверками, хоть на большой сцене. Вечером в день города самарцам представили семь новых арт-объектов. Эта картина «Отцы и дети» на фасаде дома на улице Ленинградской символизирует диалог поколений. Вместо голов – цветы, только один, еще только распускающийся, второй – увядающий и уже потрепанный жизнью и непогодой. Автор – казанский художник Рустам Кюбик. Такие символы, то есть это цветы вместо лиц, вместо головы каждого персонажа, который символизирует их возраст и состояние. А эту картину на фасаде дома номер 103 по улице Чапаевской написал Арис Батт, сектор, художник из Турции. Своё лицо он скрывает и даже на синхроне остается вне кадра. Это сложно объяснить. Это такой большой аквариум, который представляет впечатление о Самаре в стиле Кандинского, галереи жизни, истории река Волга. Линий, как струны жизни, за счет утолщений проявляется лик Мадонны Леонардо да Винчи. Такая картина появилась во дворе галереи «Юность», молодогвардейская, 57. Самарский мастер Денис Вертига перенес на стену эскиз, который специально для проекта предоставил известный художник Егор Остров. То, что в эпоху Возрождения люди делали годами. И прогресс идет в искусстве, поэтому мурал происходит. И из-за того, что линии утолщаются, исходит волшебство. И то, что делалось в свое время в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи, можно сделать за два дня. Свою работу на фасаде дома номер 65 по улице Молотогвардейской представил художник Андрей Бергер из Москвы. Его вдохновила энергетика Старой Самары. Он изобразил температурный сгусток. Есть название у произведения? Можем придумать вместе. Нет уж, это все-таки ответственность авторитет. Когда я рисовал, местные жители открывали окна, за мной общались, рассказали, что здесь в этом доме был пожар не так давно. В общем, какие-то вот такие совпадения мистические, они очень здесь и сплелись. То есть вот из этого места сюда встало. Это не совпадение, это художник чувствует. То, что мы не чувствуем, мы чувствуем. Это вам упитанные баритоны. От Адама до наших лет. Потрясающие. Театрами именуемые притоны. Ариями Ромео и Джульетт. И далее по тексту. Стихотворение Владимира Маяковского. Приказ номер два. Армии искусств. Этот текст изобразил художник-каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. По завершении своей работы на Самарской набережной он раскрыл содержание. И торжественно открыл арт-объект для посещения, чтобы еще многие поколения самарцев могли прийти сюда и попытаться прочитать черно-золотой текст авторской каллиграфии. Олег Зверев, Константин Головин. События.